И к усу привиделся необычный сон, церковь с колокольней на берегу крутон. А вокруг раскинулся благодатный вид, и по чистым камушкам реченька бежит. Стихи, музыка собственного сочинения, невероятный голос и коллекция фотографий. Все это вылилось в видеоролик под названием «Сказ о Николе Березовке», автором которого стала Наталья Козикова. Человек она творческий, работает музыкальным руководителем в детском саду номер 18. А в конкурсе «470 – это только начало» решила принять участие, потому что хотела через искусство показать красоту своей малой родины. Я коренная жительница села Никола Березовка, и село для меня – это моя малая родина, это моя любовь. Когда узнала, что победила, это было приятно, неожиданностью, потому что очень много было интересных работ. Хотела бы выразить слова благодарности организаторам таких конкурсов, потому что мы, участники, можем проявить себя творчески, показать все, что мы умеем показать, свою любовь к нашей родине. Диплом за второе место, а также денежный приз достались Александру Подмареву. Замкнул тройку призеров Рустам Хабибрахманов. Всего же в конкурсе «Фото и видеоработ «470 – это только начало» приняли участие более 30 человек. В основном краснокамцы, но были и жители города Нефтекамск. Все они получили благодарственные письма от главы администрации. Показали всю красоту нашего края. На самом деле, край у нас прекрасный, Краснокамский район, и само село Никола Березовка. Она в красивом, хорошем, удобном месте расположена. Вот это все раскрыли. Вот сказали этим людям большое спасибо. Я думаю, что дальнейшем эти конкурсы надо связывать не только с какими-то юбилеями. Это надо каждый год, вот такая идея пришла, каждый год делать, какие-то итоги подводить, потому что очень много талантливых людей. Мы их должны видеть, отмечать, отблагодарить. Поэтому всем большое спасибо. Надо отметить, что организаторами конкурса выступили депутаты районного совета. Римма Фабер, Рита Садыкова, Ильдус Шамсияров и Руслан Гарипов участвовали в оценке творческих работ и вручили специальные призы. Здесь хотелось бы поблагодарить наших депутатов Совета муниципального района, которые стали инициаторами, объединившись вокруг этого конкурса и создав именно ту атмосферу, которая позволила сделать так, что наша Никола Березовка была яркой, заметной, интересной и в интернет-пространстве, и в целом в средствах массовой информации. Все видеоролики и фотографии опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях, а лучшие работы были представлены на выставке в Историко-Кровеческом музее. Анастасия Демирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».